Серпуховский район снова попал в новостные ленты центральных информационных агентств. Темой репортажей и газетных публикаций, к сожалению, стали не достижение сельхозпредприятия. Подвешенное состояние более 350 сотрудников лифтостроительного завода. Люди оказались выброшенными на улицу без зарплаты и выплаты детских пособий. Только после обращения группы активистов в приемную президента, судьбой предприятия стали заниматься более серьезно. Подробности у Мархатиты Кирикович. И на этот раз собраться у проходного предприятия заставило отчаяние. Люди забеспокоились информацией о том, что у лифтостроительного завода планируют сменить собственника. Рабочий опасается, что имущество завода может попасть не в те руки. Мы сегодня будем производить никакие не митинги, никакие не шествия, не лозунги никакие не собираемся производить здесь. А именно процедура о замене собственника данного предприятия. На главные вопросы сотрудников предприятия, когда им погасят долги и будет ли запущен завод, на прошедшем неделю назад собрании в районной администрации ответы не прозвучали. Ничего не сказали, ничем не успокоили народ даже. И поэтому мы уже свои действия здесь предпринимаем. Глава района, насколько я знаю, выехал в Москву, и до понедельника, по-моему, его в районе, в городе не будет. Но и эта информация, как потом окажется, была из серии слухов. Было написано в интернете, что выкупили завод с долгами. Может, какие-то новости появятся новые? Нам нужны наши зарплаты. А новости появились чуть позже, уже на собрании в администрации Серпуховского района. Правда, нашу съемочную группу пускать на собрание не разрешили. Возможно, у пресс-службы Серпуховского района нежелание видеть журналистов ОТВ Серпухова было вызвано тем, что и в этом репортаже, как и в предыдущих, мы опять спросим, почему чиновники администрации раньше не занимались проблемами рабочих завода, которые располагаются на территории муниципалитета. Кто знает, что пресса осталась? Достаточно? Нет. Нет? Ну тогда мы можем вас пригласить отсюда. А главу района даже не спасла сотрудница пресс-службы, которая объектив камеры старалась прикрыть спиной. Однако право телекомпании присутствовать на собрании в буквальном смысле оцеяли рабочие завода. Они журналистам ОТВ доверяют и наши репортажи считают объективно отражающими реальность. На очередной встрече люди все-таки начали отвечать на вопросы. После вмешательства в непростую ситуацию президента страны и губернатора Московской области у завода появилась перспектива. Транскапиталбанк, инвесторбанк, в настоящее время осуществлена сделка по переуступке долга на Карачаровский механический завод. Это основная задолженность кредиторская. Соответственно, по нашим сведениям, эта задолженность выкуплена для того, чтобы самый современный в России лифтостроительный завод, он начал работать. И, соответственно, чтобы производственные мощности Карачаровского завода и действующие контракты были перенесены на самую современную площадку. Однако люди снова сомневаются. От представителей района администрации обещания они слышат уже не в первый раз. Не так давно подобные говорили и о сотрудничестве с Щербинским заводом. Рабочих интересуют конкретные дела и сроки. И главный вопрос прежний – когда они смогут получить свою зарплату? Единственный пока на нынешний момент вариант, который мы видим, это чтобы частично начать переносить производство, какие-то отдельные узлы и агрегаты на Серхпуховской завод и начать платить арендную плату. Как выяснилось, интересы двух предприятий, производящих лифты, совпадают. Это дает надежду на то, что у столь продолжительной истории брошенных людей наконец-то появилась надежда. Основание для этого – то, что проблемой занялось правительство Московской области. Мы рассчитываем на вас. Мы рассчитываем на вас. Какие сроки? Да, конкретно, какие-то чиселы, что мы можем сказать. Я так понимаю, сейчас ведет диалог с Роскапом. Я надеюсь, что под общим давлением Московской области и прочих Роскап согласится. В понедельник, я так понимаю, что мы будем все вместе встречаться опять же у Дениса Петровича Гуцаева. То есть мы идем туда уже с каким-то планом. На стороне рабочих сегодня прежде всего погода. Предстоящее похолодание торопит представителей Карачаровского завода побыстрее рассчитаться с долгами предыдущих владельцев предприятия за газ. С тем, чтобы в цеха пошло тепло. Иначе дорогостоящее оборудование может превратиться в груду пластика и металла. Спасибо.